Сам Петр Порошенко сегодня осматривал под контроль на Украине районы Донецкой области. Тем временем по другую сторону линии разграничения сообщают, что перед его приездом за сутки украинские военные выпустили по населенным пунктам самопровозглашенной Народной Республики почти 4,5 сотни снарядов и мин запрещенного калибра. Под огнем оказались в том числе жилые кварталы Донецка. Последствия ударов сегодня увидели международные наблюдатели. Кадры и свидетельства очевидцев у Александра Батухова. Вот он, видите, вынесло. Хотя и окно на проветривании было. И все равно пошло все по этой стороне. У Людмилы Тихоновой вынесло не только окно. В результате обстрела, который произошел накануне вечером, осколками изрешетил и весь дом. От минометных снарядов пострадали еще несколько строений в Куйбышевском районе Донецка. И вот этот автобус, который теперь вряд ли отправится в рейс. На сегодня мы имеем порядка 15 прилетов. Все это 120-е минометы. Вот сейчас, где мы с вами находимся, Степаненко, 20. Как видите, мина попала в автобус. Слава Богу, без людей. В результате этого обстрела пострадали несколько жителей города. У Екатерины ранила отца. Осколком задела и саму девушку. Я увидела вспышку, вот этот взрыв. Я забежала в квартиру, меня немного оглушило. Я почувствовала печет на ноге что-то. Ну я смотрю, потом один осколочек я вытащила, но у меня не было крови. А потом зашел отец, у него весело в крови было, у него вот здесь вот прям два осколка. Больше всего пострадал Артем. Его с осколочными ранениями доставили в ближайшую больницу и прооперировали. Было, я не знаю, 4 или 5 обстрелов. 4 или 5 приземлений. Да, мы все вышли в подъезд. Потом оно прекратилось. Мы пошли, потому что документы были, ну обычно сухие машины. Ты хотел забрать документы? Я взял сух, мы уже в подъезде были. Получается, то есть тебе вбок? Да. На место обстрела прибыли сотрудники миссии ОБСЕ. Они зафиксировали разрушение и пообщались с очевидцами произошедшего, которые пожаловались представителям мониторинговой группы на то, что режим прекращения огня украинской стороной нарушается постоянно. Только слышно свист и взрывы. Свист и взрывы. Мы уже начали бежать, кто куда уже бежал. Кто куда только мог уже бежали. Я схватила тоже свои документы и бегом же рядом подвал. Но подвал не спускалась, потому что в подвале страшно завалить, не выйдешь потом. Помимо Куйбышевского района Донецка, украинскими подразделениями были обстреляны и другие части города. В одном из кварталов снарядом перебило газопровод. И десятки домов остались без газа. Огонь, как отмечают в ДНР, ведется из артиллерийских орудий разного калибра. Причем из так называемой зоны безопасности, где, согласно минским договоренностям, не должно быть подобного вооружения. Мы продолжаем фиксировать усиление группировки противника, нарушение всех ранее заключенных минских договоренностей. Так, район населенных пунктов. Толоковка 13 километров от линии соприкосновения. Отмечено местохождение одной РСЗО «Град» и одной 152-мм савокацией. Переброску тяжелого вооружения украинской армии фиксируют и в Луганской народной республике. По данным ЛНР, к линии соприкосновения выдвинулась колонна из 60 единиц военной техники. В ее составе танки, бронетранспортеры и реактивная система залпового огня «Град». А в Торецке, который находится под контролем украинских силовиков, минувши ночью несколько сотен жителей перекрыли дорогу и не дали проехать механизированной военной колонне. Люди потребовали от властей вывезти из города всеукраинские армейские подразделения. Александр Батухов, Рушан Умяров и Владимир Беляев, Первый канал.